Рикошет Пока наши слушатели дозваниваются Алекс, хочу поговорить с тобой о реакции Соединенных Штатов На убийство Алексея Навального Вообще реакцию, не то что реакцию последнюю минуту Скажем, после смерти А как ты считаешь, в принципе, Соединенные Штаты Могли что-то предпринять до этого Когда еще Навальный находился в тюрьме Мы знаем, что Джо Байден сказал Россия поплатится за то, если что-то с Навальным случится В общем, к этому, наверное, мы подойдем К этому мы подойдем Мне хотелось бы сначала спросить о том, что было Когда Навальный находился в тюрьме Вот в то время, по-твоему, Соединенные Штаты могли что-то сделать? Скорее всего, уже нет Потому что, знаешь, ну вот ходит какой-то слух Что его вроде бы собирались обменять на кого-то То ли на кого-то из там российских важных военнопленных Попавших в плен к украинцам То ли на каких-то уже, я не знаю, там российских лазутчиков Может быть, на какого-нибудь важного агента влияния Я не знаю, там на Такера Карлсона Но, скорее всего, понимаешь Когда ты положил голову в пасть Льву Как это сделал Навальный Три года назад, когда он вернулся Будучи недоотравленным первый раз Да, вернулся из Германии обратно в Россию Даже, в общем-то, в голову не Льву, а Шархану Такому коварному Даже не хочется его назвать Тигру В общем-то, по сути дела, Шакалу А когда ты такому существу кладёшь голову в рот В пасть, ты же понимаешь, что как бы Дальнейшее твоё существование само зависит от его прихоти И, в общем-то, скорее всего Я согласен с такими людьми Как, скажем, Сергей Асланян Как Виталий Портников Которые говорят, что, в общем-то, судьба Навального была предрешена Когда он вернулся Когда он принял это фатальное В конечном итоге для себя решение Вернуться в Россию И, тем более, зная Байдена Который, да, высылает там Тысяча первая китайская Теперь уже даже не предупреждение А как бы постфактум Да, грозит своим там хилым пальчиком Что Россия поплатится Ну, как бы, не очень веришь То есть Россия могла бы, безусловно, поплатиться И есть целый ряд шагов Которые можно было бы предпринять Но они настолько... Ну, какие это шаги? Вот знаешь, в пятницу Джо Байден вышел С обращением к нации Вообще, прости, но мне показалось Что это было нелепо Потому что, по сути, президент США Ничего не сказал Во-вторых, единственное, о чем он сказал Естественно, это он обвинил В этой смерти Владимира Путина То есть он как бы декларировал Вот этот момент Но, когда его спросили Будут ли какие-то санкции Ну, будут какие-то санкции Мы работаем над какими-то санкциями Мы постоянно над ними работаем Но это звучало несерьезно И к тому же мы знаем Как эти санкции на самом деле работают Это будет вот какой-то набор Опять непопулярных Неэффективных инструментов Которые, ну, хорошо Вот сделали для галочки Знаешь, предыдущий президент И, возможно, следующий Он как-то сказал Что я не телеграфирую Свои следующие шаги Своему оппоненту Имея в виду, как бы, что вот Ну, когда-то в шахматы играли Скажем, по телеграфу То есть я не сообщаю заранее О том, что я предприму Но только в случае с Байденом Вероятность не такая Что он предпримет что-нибудь неожиданное Вероятность такая А что-нибудь предпримет ничего А сделать можно было бы На самом деле многое Насколько я понимаю Во-первых, до сих пор Не доведена до ума Вот эта идея, которая была О конфискации активов И российского государства И российских, скажем, олигархов Крупных собственников Потому что вот сочли Что это будет нарушение Там частной собственности И так далее Даже это не довели до ума Это, в общем-то, могли быть Как минимум десятки миллиардов долларов Во-вторых, что касается самого Скажем, Владимира Путина Вот смотри Его тезка Легитимный президент Демократического государства Украины Владимир Зеленский Сказал очень хорошо В своем выступлении По поводу смерти Навального Путин должен потерять все Путин должен, немножко развивая эту мысль Он должен потерять власть Он должен потерять собственность Он должен потерять Ну, если не жизнь То свободу точно Естественно, добиться этого Крайне тяжело Как бы у него под контролем Не маленький Ирак или Сербия Лидеры которых Кончили или Ливия Мы знаем как Да, как бы один Не дождавшись суда в тюрьме Другой Дождавшись суда Третий Более печальным образом Ну, в общем-то, все заслужено До Путина добраться тяжелее Но, тем не менее Я бы не сказал, что это невозможно Понимаешь? Я, например, считаю Что Путин не должен больше признаваться легитимным президентом Российской Федерации Он точно не должен быть признаваем, поздравляем Или даже скрипя сердце признаваем президентом России после грядущих так называемых выборов И, кстати, ведь есть мнение, что Навального убили в устрашении российского общества Так же, как вот отказали Надеждину Но Надеждин – это проходная фигура, да, как бы Навальный реальный Но его супруга Юлия сегодня в видео сказала, что они уже знают реальную причину Почему Путин дал отмашку убить Навального И мы скоро узнаем это Ну вот я не удивлюсь, если эта причина состоит в том, что даже из заключения Ведь, понимаешь, когда начинает валиться режим Когда начинает, как бы, быстро развиваться событие Человек очень быстро может превратиться из жалкого арестанта в правителя страны Или, по крайней мере, очень может быстро выйти на свободу Если, например, в России бы, как это некоторые, скажем, социологи замеряли Если бы у Путина произошли какие-то серьезные проблемы на выборах, например Мы могли бы получить все, что угодно И массовые протесты и так далее И тогда Навальный бы был освобожден, вероятно, ну, как была та же Юлия Тимошенко, например Освобождена в ходе Майдана 10 лет назад Поэтому, вот, понимаешь, Навальный, деятельный человек Единственный, кто создал действенную, неподконтрольную Кремлю политическую структуру Фонд борьбы с коррупцией, так называемой штабы Навального Один турбопатриотический блогер Максим Калашников Он на самом деле не Максим и не Калашников Просто он такое себе придумал имя Максим пулемет, Калашников автомат Он как-то сказал, что Навальный единственный человек во всей оппозиции Левой, правой, либеральной, прозападной, антизападной Который не ждал, когда его позовут в правительство Чтобы потом себя показать А который выстраивал практически параллельную структуру власти в России И, естественно, такой человек и его структура являются прямыми конкурентами для режима Особенно в ситуации нестабильности, в ситуации, которую режим сам во многом создал Начав эту войну с Украиной И любая движуха, так сказать, она чревата тем, что да, этого человека могли выпустить И он мог возглавить, он мог стать каким-то там уличным трибуном Он уже это делал Он мог возглавить движение серьезное оппозиционное И мог даже прийти к власти Чтобы этого заранее избежать, был нанесен упреждающий удар Человек был ликвидирован, нет человека, нет проблемы Хотя я думаю, что учитывая, сколько у Навального ярких сторонников и соратников И тот же Лязкин, там, скажем, Любовь Соболь и так далее Я думаю, что в долгую Кремль просчитается Они не уничтожат это движение, только уничтожив его основателя Та же Юлия Навальная, в конце концов, есть Ну да, об этом мы, кстати, поговорим попозже Насколько, ну, по-твоему, вот этот, я не знаю, как сказать Ну, проект Юлии Навальной может сработать Насколько он может объединить оппозицию и так далее Николай Лязкин в прошлом часе сказал о том Что, ну, вот он так думает Что, возможно, правительство, власти российские Не отдадут тело матери, вообще не отдадут тело никому А будет кремация И на этом всё, чтобы не было похорон Как ты считаешь, насколько это реально? Вполне, ну, послушай, многие также отмечают И тот же Портников, и многие другие Что Путин, в общем-то, ну, я не знаю, был ли он всегда таким Ещё там с молодых ногтей Или он таким стал уже в процессе, в том числе на наших глазах Но он садист И он любит демонстрировать полный контроль над своими жертвами Да, как бы, я могу с вами всё, что угодно сделать Убить, отравить, сжечь и так далее Никакого тела не выдам Ещё лет восемь назад В передаче Гены Котцова Вот Гена меня спрашивал Я не помню точно, по поводу чего был этот вопрос задан По поводу какой ситуации Но вот что кому нужно Какому правителю нужно показывать Что он не играет по общим правилам Что нарушает любые самые элементарные Какие-то человеческие приличия Я сказал вот такому Который на этом и строит свою власть Что в конечном итоге Я как удав Или как вот тот же лев Который просто держит ваши головы у себя в пасти Захочу Откушу вам голову и всё что угодно Вот Поэтому, конечно, как демонстрация Глумления, издевательства Такое же Вот я помню, когда был убит Аслан Масхадов И демонстрировали его мёртвое полуголое тело Да, как бы Я помню, когда, скажем, сбили Боинг Сепаратисты на Донбассе И тоже там были практически Издевательства над мёртвыми телами Со стороны сепаратистских боевиков Поэтому абсолютно неудивительно будет Да, если они откажутся Удавать тело Потому что похороны могут превратиться Это же бывало в истории Когда похороны какого-то человека Превращаются в беспорядки И с этого может пойти Слушай, в Тунисе с чего началась Арабская весна? С того, что парень сам себя поджёг Сам себя убил И начались протесты Которые стоили власти И тунисскому, и нескольким другим режимам Я считаю, просто понимаешь Я считаю, что Путин должен прежде всего Быть поставлен номером один В списке самых разыскиваемых преступников По версии ФБР Вот я вспоминаю фильм Ганнибал И вторую часть серии Про людоеда доктора Лектора Там мелькает в одном эпизоде Десятка тогдашних Разыскиваемых самых преступников И там появляется Бен Ладен И это где-то года за три До самого знаменитого В кавычках подвига Бен Ладена и его людей До теракта 11 сентября Вот просто я хотел бы видеть Путина В этой же кампании На первом месте Очень с большим отрывом От ближайшего преследователя Я думаю, что действующие власти Соединенных Штатов Не согласятся с тобой По той причине Что по крайней мере сейчас Есть какой-то диалог Ну пусть он не прямой Пусть он переломленный Другими странами и так далее Но тем не менее он ведется Вот сейчас мы знаем Что Нью-Йорк Таймс говорит Сегодня о том Что Соединенные Штаты Попросили Индию и Китай Предпринять меры И приостановить Россию Вот в деле размещения Ядерного оружия в космосе Да Это вместо того, чтобы Создавать собственные Кстати, я вот хотел это тоже упомянуть Да, как бы мы идем К повторению Карибского кризиса Кстати, в свое время Ведь выход Советского Союза Первым в космос Ну, первый спутник Потом первый человек в космосе Очень напряг Америку И ее союзников Именно потому Что был большой страх Что Советский Союз Сможет использовать Эти технологии В военном деле Так вот, вместо того Чтобы просить Полусоюзника В лице Индии Который тоже играет Свою порой Очень-очень Недостойную игру И в руку Украины И вокруг всего И откровенного Несоюзника В лице Коммунистического режима В Пекине Вместо этого Надо было бы встречать Этот вызов Лицом к лицу Надо было бы Да, но при этом Когда ты говоришь Поставить Путина Там Самым разыскиваемым Преступником ФБР Это эскалация И здесь Со стороны Соединенных Штатов Со стороны Соединенных Штатов Да, там внесут Путина в какие-то списки А со стороны России Они реально сделают Какие-то вещи Потому что Вот внесение в списки Это вряд ли Нет, послушай Внесение в список Например Объявление человека Вне закона Внесение в список Самых разыскиваемых Преступников По версии ФБР ЦРУ Интерпол Между прочим Уже разыскиваем Не забудем Международным Уголовным Уголовским Из-за геноцида Украинских детей Практически Массового вывоза Украинских детей В России Это в общем-то Само по себе Дорогого стоит Даже если это Такой как бы Жест Даже если это Декларативный шаг А если у нас Нету Адекватных Мощностей Адекватных Каких-то технологий Чтобы противостоять А то и опередить Возможную агрессию В частности Через космос Простите А на что у нас Илон Маск Например Хорошо Если у нас Нет таких мощностей Зачем у нас Предыдущий президент Создавал Вот одна из вещей Которую он Правильно сделал Считаю Создал Особые космические Войска Американские Как бы Как раз В ответ на существование Такого подразделения Такого рода войск В России Хорошо Если у нас нет этого Давайте поднимать Белый флаг Тогда Давайте От белого Красного И синего Цветов На американском флаге Оставим только белый Хорошо Алекс Много телефонных Звонков Давай Послушаем Наших Зрителей И радиослушателей 718 303 9090 Пожалуйста Представьтесь И говорите Алло Да здравствуйте Подключайте пожалуйста Радиоприемник Потому что эхо Появляется в эфире Представьтесь пожалуйста Как вас зовут Это родой звонит Артем Я Артем И второй Я и знаю вашего Алекс Мы слушаем Да да Продолжайте Видимо сорвался Звонок Я еще раз Хочу разок Напомнить О том Что нужно Выключать радиоприемник И телевизор Когда вы Звоните В эфир Потому что Появляется эхо Мы тратим на это время Давайте еще один звонок Может это уже Эффект Российских козней В космосе Нарушение связи Да 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 пожалуйста Еще один звонок Добрый вечер Вы в эфире Добрый вечер Добрый вечер Это Лалин Здравствуйте Алик Вы знаете Вот Это мое Особственное мнение Конечно Вот После Он приехал Карлсон Я не знаю Это мое Субъективное мнение Какое Что за Месседж Был Из От Трампа Но для меня Это ритуальное Убийство Именно В начале Конференции В Мюнхене О безопасности И То что У него уже Я не знаю Может быть Развязанные руки И что происходит Я не могу Это объяснить Но то что Он Занимается Помните Да Он Когда встречался С лидерами Европейских Стол Помните Да Это Десятиметровый И Да И где он Живет В бункере Да В общем Я У меня была Одна знакомая Которая Бойфренд Был болен Раком И он И сказал Что вот Ты должна Умереть Вместе Со мной Потом Я вспомнила Знаете Вот эти фараоны Когда умирали Со своими Уходили Уходили Хоронили Он Через убийство Сотни тысяч Людей Убивает Собственную жизнь У него уже Вообще Разум Уже Помутнел И Интересная Версия Да Это Кстати Интересная Субъективная Мнение Потому что И Кстати Вот Этот Запад Который Сейчас Якобы Стоит На уши Этот Запад Предупреждал Саакашвили За которого Я очень Боюсь Он Тоже Сейчас Его Заложник Он Сейчас В тюрьме Он Предупреждал Всех Когда Все Заигрывались С Путина Европа Америка Буш Посмотрел В глаза Увидел Душу Ну Трамп Вообще Я не доверяю Спецслужбам Как доверяю Путину Ну Европа Сами Знаете Как Его Прислуживало Ему Слушайте У человека Он Тронулся Вообще И Он Думает Сейчас Что Он Владимир Владимирович И Вдруг Какой-то Вот Ковид Может быть Собрать Его Жизнь Какие-то Это Самые Вокруг Люди Которые Против Него Пошли Как Он Как Он Посмел Вы знаете Грузии Говорят Языком Можно Легко Сказать Но То Что Пережил Пухом Будет Ему Земля Это Уму Непостижимо Приехать К Кому И Как С ним Обращались В тюрьме Я Не Знаю Просто Лали Спасибо Большое За Звонок Спасибо За Ваше Мнение Кстати Вот Знаешь Что Ведь Еще Пришла Весть Сегодня Если Не Ошибаешь Что Российский Летчик Перебежчик Кузьминов Вроде Убит Хотя Это В Испании Хотя Это Уже Не Первый Раз Его Хоронят Предыщие Разы Преждевременно Сейчас Непонятно Он Прославился Тем Насколько Помню Что Он Угнал Российский Военный Вертолет В расположении Украинских Частей То есть Надо Понимать Что Там Тоже Говорят Что Возможно Все Так Не Умер Ну Может Быть Но По Крайней Мере Собственно Говоря Право Кремля Уничтожать Своих Оппонентов Везде Где Угодно В том Числе За Пределами Страны Неоднократно Провозглашалось И такими Одиозными Полупровластными Людьми Типа Там Покойного Всеволода Чаплина И более Вполне Такими Мейнстримно Так Скрипалем С Литвиненко Да Как Бы Со Это как бы Борьба Действительно Не на Жизнь А на Смерть Путин Объявил Войну Самой Западной Цивилизации В том числе Тому укладу Жизни В котором Человек Может По идее Чувствовать Себя Более Менее Спокойным Каким-то Частным Лицом Да Вот Как бы Западная Уклад Жизни Это почти Проходной Двор И ты Не можешь Заранее Как бы Всех Прошерстить Всех Проверить Всех Поймать Всегда Будет Какой-то Луговой Который Придет К Литвиненко Очередному Попить Чайку Вот И Надо Понимать Что Этого Дракона Нужно Его Нужно Поразить В его Логиве Вот этом Его Бункере Потому что Знаешь Мы живем Во времена Когда Многие Конвенции Многие Обычные Сценарии Привычные Они Перевернулись В нормальном Сценарии Рыцарь должен Был убить Дракона Навальный Должен Был победить Путина А в реальности Победил Голиаф Мы Говорим Сегодня Об Алексею Навальном О смерти Алексея Навального О причинах О том Как Соединенные Штаты Могли Повлиять На это И так далее У меня Есть еще Вопросы Алекс Хочу Обсудить С тобой По поводу Других Политзаключенных И в том числе По поводу Михаила Саакашвили Но это После рекламы Сейчас Небольшой Перерыв Журналист Станислав Кучер Приглашает 24 февраля В 6 часов вечера В театральную гостиную Дэвидзен Радио Станислав Кучер Читает лекции И проводит Семинары По духовному развитию Курение И алкогольная зависимость Безалкогольное Опьянение И способы Его достижения Через внутреннюю работу Авторские методики Станислава Кучера Который не раз Общался с Далай Ламой Вдохновляют Сотни людей Помогают Обрести уверенность В себе И отыскать свой путь К душевному равновесию Вас ждет Много интересных Открытий 24 февраля В 6 часов вечера Театральная гостиная Дэвидзен Радио Билеты На сайте Театр.com В кассе И по телефону 718-266-33-93 718-266-33-93 Адрес Театральной кассы 3171 Кони Айланд Эвеню Бруклин Нью-Йорк Травма на работе Виноват Невиноват Неважно Получали чек Или кэш Неважно Что да Важно Это то Что на вашей стороне Закон И лучшие адвокаты Офиса Юрия Брахина Нас говорят На русском Узбекском Армянском Грузинском Языках 718-946-5099 946-5099 Консультация Бесплатна Имея федеральный Лайсенс Офис ведет дела Связанные с авариями траков По всем штатам Америки Ваши близкие Всегда окружали вас Максимальной заботой Пришло время Ответить им взаимностью Один из лучших Реабилитационных центров Класса Люкс В Нью-Йорке Готов восстановить Их здоровье После инфарктов Инсультов И тяжелых травм Русскоязычный персонал Все необходимые доктора Под одной крышей Домашнее питание И развлекательные мероприятия Для благоприятного восстановления Реабилитационный центр Шурвью Один из лучших в Нью-Йорке Но самый лучший Для ваших родных Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидзен Радио 718-303-8005 Дэвидзен Радио Потому что хорошо Продолжаем программу Рикошет В этом часе Мы принимаем телефонные звонки А гость программы Журналист Алекс Яковсен И Алекс, хочу спросить Все-таки по поводу Политзаключенных Мы уже вроде как говорили Я рассказывал эту историю Что Илья Яшин Узнал сегодня О смерти Алексея Навального Он был шокирован Как сказал его адвокат И вообще Я конечно Могу себе только представить Вот это ощущение Яшина Который Понимаешь Что Когда ты понимаешь Что собственно Ты игрушка В руках Неуравновешенного Просто человека И Завтра Ты можешь Можешь быть следующим На самом деле И Хорошо Здесь Ну понятно Ситуация Я не знаю Может быть у тебя есть Какие-то мысли По этому поводу Но Меня больше даже Интересует сейчас Политзаключенный Михаил Саакашвили Который находится в Грузии Там все-таки Власти другие Как ты считаешь Вот На них это как-то Повлияет История На них как-то Это повлияет Или нет Ну это вопрос Который Ну как бы Тему которую В том числе Лали задала В своем Звонке ПМШ Очень трудно Точно Как бы Предположить Потому что Это власти Которые вроде бы Другие Но они Лавируют Между Западом И Россией И вполне возможно Понимаешь Они достаточно Коррумпированные Они Ну каким-то образом Вроде бы Умудрялись Годы после того Как они выиграли У Саакашвили выборы Это было когда В 10-м по-моему Году Они умудрялись Поддерживать Какие-то Плоды Тех реформ Которые проводились При нем Я кстати Не такой большой Поклонник Саакашвили Как та же Лали Но Лали из Грузии И она лучше знает Наверное Мы будем ей Больше доверять Но Надо понимать Что эти люди Они Пытаются Как бы Сидеть Одним телом На двух стульях И они 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 Вероятно Будут оценивать Кто Скорее Близок К победе В этом Геополитическом Противостоянии В котором Грузия Стала В общем-то Заложником Стремление Ее конечно К западу Больше В том числе И таких Коррумпированных Людей Как нынешние Власти Все равно Как бы На западе Вкуснее Там Безопаснее Сытнее И так далее Но Дракон Или этот Шакал Он рядом Он ближе И он злее И я не удивлюсь Если они захотят Путину Еще и голову Саакашвили Преподнести На блюдечке Как вот Эти тюремщики На севере Преподнесли Голову Навального Понимаешь Что касается Остальных Политзаключенных Конечно Каждый из них Яшин Карамурза Другие Они Вот Один замечательный Российский Рок-музыкант Вадим Демидов Он правильных Взглядов человек В отличие от Многих других К сожалению Предавших Так сказать Свои идеалы Он написал Песню Причем Еще лет Двадцать назад Вот абсолютно В тему Там есть фраза Мы как бабочки В руках дурака Вот Ну я не назову Путина дураком От слова Совсем Но он Злодей Это еще хуже Да Вот мы уже Об этом говорили Он наслаждается Полной властью Над своими жертвами И Любой из этих людей При том что Ни Яшин Ни Карамурза Близко не стояли К Навальному По своему влиянию По своему Удельному весу Как вот именно Таких функциональных Политиков Не просто там Обозревателей Идеологов А именно Деятелей Тем не менее Они все под угрозой В любой момент Поэтому конечно И Опять же Я соглашусь С Портниковым Когда он говорит Что Путин авторитарный Перерос Путина Тоталитарного Авторитарный Путин Скрывал Что это он Пытался убить Навального Три года назад Он скрывал Что это он Приказал убить Там Литвиненко Или Скрипаля Нынешний Путин Уже ничего не скрывает Наоборот Он Явно Это его работа Он радуется этому И скрывать не будет Ни на какие попытки Его привлечь К ответственности Там Урезонить Через какие-то там Организации По правам человека Он конечно Действовать не будет Он будет отвечать Только перед силой Которая перешибет Его силу Но Поэтому я и говорю Что его нужно поставить В том числе На список Самых разыскиваемых Преступников По версии ФБР Тем более Что я считаю Что он всегда был Нелегитимным президентом России Потому что он и власть Получил от другого Тоже нелегитимного Президента Телефонные звонки Их много 718-303-90-90 Телефон прямого эфира Пожалуйста Представьтесь И говорите Алло Добрый вечер Здравствуйте Анатолий Говорит У меня вопрос такой К ведущему Как он думает Как все Ведут люди Те которые называли Навального Кремлевским проектом Как вы считаете Эти люди Бессовестные А дураки Не были Пропорганды Российские Или же они Так В этом убеждены Спасибо Спасибо Вы знаете У нас даже в эфире Бывают люди Которые Считают И я знаю лично Этих людей Которые считают Так Что Алексей Навальный Это Некий Проект Кремля Который вот сейчас Так закончился Как они считают Логично То есть История подошла К концу Я не знаю Как к этому Относиться Потому что Здесь может быть И зависть А может быть Что эти Самые люди Которые Например Находятся Даже на территории Соединенных Штатов И говорят такое Может быть Они и сами Агенты Кремля Поэтому Поэтому они И говорят Эти фразы Еще телефонный звонок Давайте послушаем 718-303-9090 Телефон Прямого эфира Пожалуйста Представьтесь И говорите Добрый вечер Как вас зовут Добрый вечер Меня зовут Михаил Слушаем вас Да Здравствуйте Алекс Здравствуйте Артем Алекс Мы Уважаем Артем Мы вас Уважаем Пару лет У нас Алекса Я знаю С 499-96 Года Когда он Часто звонил На Толковище Когда открылось Радио Телефон Да И уважаем Он из Харькова Футбольный болельщик Какие Афанат Я из Винницы Я хотел сказать Сначала Алекс Я попрошу вас Пожалуйста Выключите радиоприемник Очень сильное эхо Я практически Ничего не слышу Я сейчас Убил Питерпон И Я хотел Вы меня слышите Артем Да Продолжайте Пожалуйста Я хотел сказать Сначала А потом продолжу Алекс Вы из Украины И украинские Нельзя говорить Это Говорят Рашисты Украинские Украинец Украина Это ударение на И Украинские Украинец И так далее Я хочу Уважаем Алло Да 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 Продолжайте Пожалуйста Мы очень Уважаем Лали Также Из Грузии И переживаем За Саакашвили У нас есть Один тип Который С двух Часов До четырех Знакомый Нам Оскорбляясь Всегда Лали Говорил Сначала Что Украина Россия Ничего Не стоит Не надо Помогать Украине Украина Сама Справится В пятницу Он перекрасился И говорит Надо Присматривать За Россией Теперь Вы знаете Кто с двух До четырех Работает Не хочу Его называть Все его знают Переобулся На ходу Что Алекс Скажет Он Наверное Сохрал Что Украине Нельзя Помогать Потому что Россия Это не армия Она Никому Не грозит Куда Польша Куда Прибалтика Никто Туда Не пойдет А сейчас Начал Говорить России Надо Присматриваться Она Запускает Оружие Космос Противосводников Много Танков И так Далее Как же Можно Перебываться Алекс Пожалуйста Наверное Срешите Его А почему Вы не зададите Вопрос Ему напрямую Можно Спросить Вас Просто Вы понимаете Это же Этика Вы Ну Вынуждаете Нас Говорить О нашем Коллеге Это не Это просто неэтично Это так не делается Которого Кстати здесь нет Которого я лично Довольно не знаю Это не работает Я вам просто рекомендую Он имеет право На свое мнение И тем более Если человек Прозревает Так и хорошо Нет Это прекрасно Я не осуждаю Мнение Вообще всегда поддерживаю Только я считаю Что этот вопрос Нужно задать В передаче С двух до четырех Вот и все Этот человек Добился права Быть в эфире В своей передаче Скажем так Абсолютно Конечно Идем дальше 718-303-90-90 Пожалуйста Алексей Навальный Если Здравствуйте Здравствуйте Это Яков Из Калифории Алло Да-да-да Слушаю вас Яков Да Но я хочу Вы как-то обещали Что ответите на мои письма До сих пор нет Это А сейчас Конечно Прямо сейчас Прошу режиссера Режиссер Пожалуйста Запишите Якова Номер телефона Я хочу Выразить Соболезнования И родителям И супругам И детям И всем Что значит Со смертью Навального Ну что сказать Конечно Кто все Значит Не говорят Убийство А вообще-то Говорят Пока суд не суден Не знаю Какой суд Российский Кважется Самый справедливый Суд в мире И так далее И так далее Значит Пока не условно Дело не в суде Значит Вы правильно Написали Не убийство А смерть А дальше Завершить убийство Не убийство И так далее И когда-то мы узнаем И что мы узнаем И вообще ли не узнаем Что-то Это вообще Другое дело Теперь вопрос Это самое Невыгодное Путину Убивать его Ведь фактически Самое главное Было принять решение Только не отключайте Принять чтобы его Осудить Когда он приносит И предвелись им Обвинения И одно за другим Этих много обвинений Ведь 29 лет И насудить Это вообще Дикое возмущение Хуже почти не придумаешь И зачем В этой ситуации Его убивать Когда он находится Вот теперь Каждый раз Вот утверждали Что его там Притесняют Не дуют Иду И не спят И спят За 2-3 недели Были свидания С родителями И показывают Что он Значит Был достаточно Бодрый Активный Ёмор И так далее И так далее Знаете Ничего не обозначает Это тромба Нет тромб Может что угодно Еще одну секундочку Но к сожалению Нашей семье Коснулась Вот эта трагедия С тромбом Наш 27 летний Брат моей супруги Был почти метров Подходя Суп К своей жене Сколько лет Тому назад Значит Перед ней падает Тромб И спортсмен Активный парень Болейболист Если не может случиться С тромбом Что никто не может Уветь И сейчас Если я скажу Сейчас Украина На протяжении Несколько дней Я смотрю Украинский канал Дает программу О тромбах И там врачи выступают И можно ли упредить Можно ли упредить И так далее И так далее Так что конечно Все что угодно Возможно Но еще Говорю Значит Самое такое В мероприятии Что невыгодное И ненужное Путину Мне кажется Что на него Идут нельзя Вот еще раз Решение Судить его Когда столько Обвинений Одно за другими Пересылки Бесконечные Вот это Которые не знают Как на это реагировала Вообще Мировая общественность Это хуже чем смерть Это все равно Что знаете Как собаки Отбрезать хвост По кусочкам По кусочкам Так что Придется ожидать Спасибо за вас Есть хорошая формула Любая Любой пиар Хорош Кроме некроглога Вот когда Навальный был жив Можно было его За что угодно Осудить За любой украденный лес И так далее Но он был жив Теперь его нету Нет человека Нет проблемы Мне кажется что мы немножко Как бы движемся Как будто В обратном направлении Вы задали вопрос На который мы ответили За полчаса до этого До того как вы его задали Да Еще телефонные звонки 718-303-9090 Телефон прямого эфира Пожалуйста Представьтесь и говорите Всем здравствуйте Яков меня зовут Артем Вы конечно знаете Что в Большом Нью-Йорке Проживает более 400 тысяч Русскоговорящей публики И у меня вопрос К радиопатриотам К радио Дэвидсон А где вы все Почему нет Ни тысячи Ни двух Ни трех тысяч Тестующих У российского консулата Если бы это случилось бы Я думаю что даже Пропагандоны бы Там в России Задумались бы А так они Смеются над нами Я участвовал в свое время Извини Артем Я просто вставлю Я участвовал в белоленточном движении И так далее Нас были Если не десятки тысяч Тысячи точно В двенадцатом году В четырнадцатом Когда война с Украиной началась Когда убили Немцова К сожалению Это ничего не действует Я думаю что будут еще мероприятия Были вроде бы мероприятия в Европе Вероятно будут и в Нью-Йорке Они были и в Нью-Йорке Они и в Вашингтоне И в Чикаго И в Тампе Это уже просто как дорога к стене Калифорнии Да Но наш слушатель абсолютно прав Алекс Потому что Количество людей Которые Несколько сотен было Человек Две-три сотни Желает Желает Люди в шоке Понимаешь Как бы И в отчаянии В депрессии Потому что уже понятно Что это не работает К сожалению Это даже в России не работает Где протестуют уже Даже жены мобилизованных И это все равно пока не работает Да как бы Поэтому понятно Что скоро Видимо придется переходить К каким-то водным процедурам Знаешь Мне кажется Здесь Несколько моментов Первый момент Заключается в том Что как мне кажется Люди просто устали Вот я вспоминаю Прежние годы И много людей Действительно приходило К посольству Или к консульству В Нью-Йорке И тоже Выражали свой протест И так далее Даже когда Навального Посадили в тюрьму Даже тогда Мне кажется Было больше людей Хотя В последние Годы От войны Уехали люди Да То есть Казалось бы Люди из России Приехали в последние годы Вот Свежая кровь И они как раз таки Должны Наиболее выражать Как мне кажется Своё мнение По этому поводу И мы видим Обратный эффект То есть С одной стороны Какие-то дела С другой стороны Люди просто устали От этого Но тем не менее Факт остается Фактом И наш слушатель Прав Мне кажется Знаешь Вот Если говорить О мерах Которые можно Принять Против Путина Против его режима Нужно Так сказать Переносить борьбу На половину Поля противника Нужно Интересоваться Силами Потенциально Недовольными Положением Самой России Региональными Элитами Региональными Вплоть до Да я скажу Откровенно Сепаратистских Движений В России Между прочим Еще 15 лет Был такой феномен Как приморские Партизаны Которых тогда Все осудили Да Они Были такие Несколько ребят Там Тинейджеров 19-20 лет Нападали на милиционеров Нападали на каких-то Представителей власти И тогда это Зачли террором Сегодня Эти люди Могут показаться Ну как бы Предтечами того Что Что возможно Грядет Для путинского Режима И я тебе Честно скажу Вот Я считаю Что со стороны Американских Европейских Властей Вся политическая Система России Не только Путин Как персоналия Как формальный Президент Может быть Подвергнута Сомнению Тува В свое время Была вообще Независимым Государством Лет 30 Подряд Да как бы Мы только Недавно Видели Как Чечня С огромной Кровью Добивалась И чуть не забилась Независимости Мы видели Другие феномены И протестные Движения Недавно В той же Башкирии Да где угодно Мы видели Все время Как в Владивостоке Люди С японскими Флагами Выходили На акции Протеста Тоже еще 15 лет назад В Калининграде С ЕСовскими Флагами Люди выходили Я не к тому Что Россию Нужно расчленять Я к тому Что это Вопрос этот Можно поставить Потому что Путин напал На соседнее государство Убивает людей Убивает своих Оппонентов Внутри страны Кромсая Чужие Границы Да как бы Ставит все Под сомнению Отвергает Любые сложившиеся Правила Почему с ним Не поступить Таким же образом Знаешь Я наблюдал За социальными Сетями Как реагирует На поездку Такера Карлсона Например Обнаружил Для себя Что не так уж Много людей Оказывается Любит Такера Карлсона А потом Сам Такер Карлсон Замолчал Когда мы Услышали Об убийстве Навального Это время Прозреть Для него Для Маска Для Трампа Для республиканской Партии Для тех Кто В частности Среди нас Поддерживает Эту республиканскую Партию До сих пор Включая меня Вспомнить о том За что она Много лет стояла Вот подожди Мы знаем Что Владимир Путин Не называет Публичной Имени Навального Фамилию Его не произносят Совсем Это как правило А Сейчас мы наблюдаем Нечто похожее С Дональдом Трампом И вот сейчас В социальных сетях Уже тоже обсуждают Что Дональд Трамп Подражая своему Значит Вот Любимчику Путину Повторяет Повторяет за ним Это Ну вот Это Правило Но Должен ли он По твоему мнению Должен ли Дональд Трамп Говорить о Навальном В этой ситуации Другие Кандидаты Президенты В 16-м году Говорили о ситуации С Надеждой Савченко Дональд Трамп В какой-то момент Должен перестать играться И показать За что он стоит На самом деле Вот Опять же Я сегодня Упоминал Виталия Портникова Он очень дал Интересный Комментарий По поводу того Что Путин сказал Что он предпочитает Байдена в Белом доме Потому что Вот с одной стороны Может он специально Так потакает Трампу Показать что Нет я не поддерживаю Трампа Но реально говоря Байден предсказуемо Вялый Хилый Слабый Мы знаем Чего от него Можно ждать И к сожалению Мало чего От него можно ждать А Трамп Он настолько Непредсказуем И настолько При этом Самодоволен Что столкнувшись С Путиным Он Причем более серьезный Чем первое свое президентство Он действительно Возможно мог бы Ну вставить Путину по самое не хочу Вот такой Трамп Нам нужен Рейгановский Трамп нам нужен И то что он Продолжает Как то вот так Обходить Эти действительно Важные острые темы Это печально Республиканцы Должны понять Что между прочим Даже такие проблемы На которые они Банкуют политически Например Проблема с нелегальной Миграцией Во многом Тоже порождение Политики Кремля Особенно сейчас Когда среди Потока нелегальных Мигрантов Большая часть Из Венесуэлы Страны Чье правительство Открыто дружит С Кремлем Они и это должны Понять Они должны Наконец Утвердить Пакет помощи Украине И понять Что Украина Это Наша Ну так сказать Гарантия Против Агрессии Кремля В том числе И у наших Границ Алекс Остается Несколько минут Всего Хочу поговорить О Юлии Навальной Уже сказано Сегодня Что она Публиковала Видео Будет продолжать Дело мужа Как она заявила И Она И ее Сподвижники Теперь Если так можно сказать Создали Веб-сайт Непутин Точка Орг Как ты считаешь Ну вот Как ты видишь Это Видишь ли Как-то Это движение Во главе С Юлией Навальной Ну я надеюсь Я думаю Что кстати говоря Власти Если не ошибаюсь Она в Германии По-моему Проживает Власти Тех стран Где она будет Проживать Должны будут Предоставить И максимальную Защиту Я надеюсь Что она Будет своего рода Такой российской Тихановской Только в отличии От Тихановской Которая Как бы Жизнь Почечаяния Пихнула Да В политику Когда арестовали Ее мужа Который Вероятно Выиграл бы Выборы Президента Беларуси Она как бы Была такая Домохозяйка Юлия Навальная Всегда была Со своим мужем В политике Насколько я помню И она Вероятно Гораздо Лучше подготовлена К этой роли Поэтому да Я думаю Что это Движение Организация И этот человек Они способны Стать теми Кто Могут Вывести Россию Из того мрака Куда ее Загнали Такие же Похожие Организации Есть Скажем И в Иране И в Китае И вокруг них Тоже идет Довольно Долго Дискуссия Скажем Вокруг Иранской Муджахидин Хальк Поддерживать ее Или нет Я считаю Что Юлия Навальная Могла бы Объединить Вокруг себя Разные силы Оппозиции Российской И либеральной И более Такой Как бы Национал Демократической Всякой Считаешь ли Что Считаешь ли Ты Что вот Это новый Какой-то Этап Большой В жизни Российской Оппозиции Я думаю Да Понимаешь Великий Владимир Семенович Пел когда-то Что конец Это тоже начало Самая Моя известная Журналистская Работа Называлась Крым будет Андорной А Навальный Русским Аденауром Ну к сожалению Крым уже не будет Или к счастью Андорра Он должен быть Возвращен Украине Навальный Мертв Но его Жена Юлия Она может Стать Российским Аденауром Потому что Кто такой Был Аденаур Это был Опытнейший Немецкий Политик Консервативного Умеренно Консервативного Толка Который Отсидел При нацистах А потом Спас Страну И стал В результате Даже по Опросам Вот Был такой Опрос Имя Германии По которому Был потом Смоделирован Опрос Имя России Так вот Немцы Выбрали Аденаура Самым своим Великим Соотечественником Кто его знает Может быть Вет через 20 Россияне выберут Своим самым Великим Соотечественником Юлию Навальну Дай бог ей Многих лет Здоровья Жизни Счастья И способности Бороться Ну как мне кажется Это Совершенно Что-то новое Женщина В оппозиции В российской политике Почему Были Новодворская Была Да-да-да Новодворская И Это более Маргин Конечно Конечно Но эта история Она Несколько Другая Потому что Навальная Находится За пределами России И вообще Сейчас Как мы поняли Уже Из Рассказа Ляскина Да-да-да-да Остаются люди Которые Находятся в России Продолжают работать Но Основа Движения Основа ФБК Она Насколько Мне представляется Она находится За пределами России Сегодня В Европе И в Соединенных Штатах И эти люди Разобчаны Это поправимо. Тем более, если в России будет меняться ситуация, они всегда могут вернуться. Я согласен с очень уважаемым мной Сергеем Маслоняном, который сказал, что Навальный совершил огромный духовный подвиг, но он совершил также огромную ошибку, которая стоила ему жизни, когда он вернулся в Россию. И что, возможно, сегодня, будь он живой за рубежом, дело бы больше. Да, время подошло к концу. Спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нам сегодня. На этом ставим точку. Через несколько минут пульс дня на RTN. Увидимся там.